С 15 октября в нашей стране стартовала Всероссийская перепись населения. Продлится она до 14 ноября. В течение месяца переписчики будут ходить по адресам и собирать данные о проживающих. Кроме этого, впервые в этом году можно переписаться самостоятельно, ответив на вопросы на портале госуслуги. Славянский район разделен на 39 переписных участков, 19 в городе и 20 на селе. Сбором сведений занимаются более 350 переписчиков. В день они будут опрашивать свыше 500 человек. Переписчики одеты в специальную форму, оснащены планшетом для занесения данных, имеют удостоверение переписчика и обязательно должны предъявлять паспорт. Наш город разбит на переписные участки. На нашем переписном участке номер 1 закреплено 6 переписчиков. У каждого переписчика есть маршрутный лист, то есть это карта, и в планшете есть конкретный маршрут с адресами, которые мы должны посетить и собрать сведения. Мы приходим лично к гражданам домой, вызываем их на расстоянии допустимом, с ними общаемся, никаких документов у них не требуем, заносим все данные с их слов, которые они пожелают нам рассказать. Всероссийская перепись проводится раз в 10 лет и необходимо, чтобы проанализировать численность и структуру населения, его состав и условия проживания. Эти данные необходимы, чтобы в дальнейшем планировать развитие страны, принимать политические и экономические решения на всех уровнях власти. Поэтому важно, чтобы каждый человек принял участие в переписи. Я живу не первый год, мне уже почти 68 лет, и всегда была перепись населения, всегда мы отвечали на эти вопросы, ничего страшного нет. Принять участие несложно, ответы, вопросы нормальные, отвечать легко, как говорится, все понятно. А перепись должна быть, конечно. Для страны важно знать численность народа, населения, и чтобы знать, насколько надо обеспечивать их, повышать уровень благосостояния. Это зависит от количества пребывающих и убывающих. Принять участие в переписи можно тремя способами. Дождаться переписчика, либо самому отправиться на переписной стационарный участок, а также ответить на вопросы, не выходя из дома, на портале госуслуг. Адреса переписных стационарных участков размещены на сайте городской администрации. Участникам переписи предлагается ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-темографических характеристик, 10 вопросов жилищных условий. Впервые в переписной лист включен вопрос о том, какие языки используются в жизни, помимо родного. Он необходим, чтобы получить точные сведения о национальных языках народов России. Вы более 12 месяцев в других странах? Нет. Владеете ли вы русским языком? Да. Чтобы ответить на все вопросы, потребуется не больше пяти минут. Никаких документов, подтверждающих ответы, предоставлять не надо. Вся информация будет передана в Центр обработки данных. Полученные сведения будут храниться в обезличенном виде, поскольку задача переписи – получить обобщенную информацию о населении, а не о каждом персонально. После подведения итогов переписи опросники уничтожат. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».